Так называемый марш справедливости. Евгения Пригожина по направлению к Москве называют попыткой государственного переворота. Разыграны театральные сцены в попытках отвлечь внимание, продуманы акции самого Кремля. Версий много. Вот что сегодня говорили эксперты в эфире Русалеса. Я думаю, это была действительно попытка частичного, скажем так, аккуратного переворота, которое по непонятным нам и неизвестным сейчас пока причинам было прекращено. Понятно, что это было и театральное произведение, как некоторые. Думаю, понятно, что это планировалось уже какое-то время. Почему она прекратилась, ну, скажем так, для меня неясно, есть гипотезы, но это не больше, чем гипотезы. Как думаете, режим Путина тоже казнит Пригожина как неверного или все-таки его могут отпустить? С точки зрения нынешней логики Кремля, конечно, он должен быть, скажем так, ликвидирован. Но, в принципе, он должен сам это очень хорошо понимать. Он все-таки был частицей этой всей системы и как раз очень брутальные частицы этой системы. Поэтому это еще более загадка, почему он прекратил этот бросок на Москву. Российский политолог Дмитрий Орешкин, который на данный момент проживает в Латвии, напомнил программе ТЧК, что 11 июня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, обязывающий все добровольческие отряды до 1 июля заключить контракт с Минобороны. Пригожин сделать это отказался. Или командует люди Шойгу Герасимова. Понятно было, что если они подписывают этот контракт, то этот большой начальник по фамилии Пригожин остается голым и боссом, потому что ему никто не подчиняется. Вот те самые 25 стволов, 25 тысяч стволов или штыков, которые у него за спиной, оказываются в руках Шойгу. Поэтому он сделал отчаянную попытку напугать, напрыгнуть. А логика у него пацанская такая, кто смел, тот и съел. И он рассчитывал, что он двинется на столицу, столица испугается, у него чего-то там запросят переговоры, и он какие-то свои условия продавит. Ну, в частности, отправит в отставку глубоко ненавидимого им Шойгу. Не получилось, он испугался и, грубо говоря, бросил своих людей. По словам Орешкина, Пригожин не собирался брать Москву, а лишь пытался напугать верхушку, надеясь, что его мятеж поддержат гражданские и военнослужащие. Для чего были основания. Белорусский политолог Вадим Можейко объяснил Руссо ЛСМ, откуда в текущем конфликте вдруг появилась фигура Александра Лукашенко. По его словам, сам белорусский диктатор заинтересован оказывать услуги Кремлю. Особенно такие, незатратные, как звонок по телефону. Сейчас Лукашенко выступил в превышенной для себя роли переговорщика. Еще по Украине такие форматы сделал для себя привычными. Оказал услугу Кремлю. Теперь в глазах, значит, Белоруси и России выглядят таким героем, решающим вопросы. В глазах Запада тоже, вот, как будто у него особый подход к Путину. В общем, пока Лукашенко выглядит вообще больше всех выигравшим в этой истории, чем где-нибудь еще. Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что события в России еще раз показали, что вторжение в Украину, начатое российским президентом, было стратегической ошибкой. Мы следим за ситуацией в России. События выходных являются внутренним делом России и еще одним доказательством большой стратегической ошибки, допущенной президентом Путиным в связи с незаконной аннексией Крыма и войной против Украины. Сегодня сам Пригожин выступил с заявлением, в котором, впрочем, ответил далеко не на все возникшие вопросы, но, например, подтвердил, что причиной похода на Москву было желание не допустить расформирования ЧВК «Вагнер» 1 июля. И заявил, что свергать власть намерений не было.